Мясо, кому мясо, по заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по госту, деды, горька новостей. Всем привет еще раз. Обещанная трансляция в 2 часа ночи, перископ. Делаем даже так. Итак, поговорим мы с вами о сетевом бизнесе. Есть ли кто-нибудь здесь у меня в комментариях, в подписчиках, кто сейчас подключен и считает, что сетевой бизнес это плохо? Пожалуйста, отзовись и напиши, что сетевой бизнес это не очень хорошо. Есть ли такие здесь? Или нет? Нету. Видимо все за сетевой. Не очень. Вот, за не очень сетевой. Хорошо. Очень хорошо. Дашенька, привет. Кэфрейсер23. Почему ты относишься не очень хорошо? Напиши, пожалуйста. Сетевой это самое лучшее, что может быть. Это 100%. Сколько стоят онлайн тренировки с тобой? Тренировки со мной онлайн до 1 июня стоят 5000 рублей 4 консультации, 12 тысяч рублей 12 консультаций. Приглашать нужно. Кого нужно приглашать? Давайте мы с вами разберем потихонечку все виды бизнеса, которые существуют на планете Земля. Ну, основные. Это какие у нас есть? Это у нас по найму работа. Это у нас линейный бизнес. Это у нас традиционный бизнес. Это у нас сетевой бизнес. И всего 4. Всего 4. Итак, разберем с вами бизнес по найму. То есть, когда вы устраиваетесь на работу, подписываете договор трудовой и все дела. Какие плюсы есть у бизнеса по найму? То есть, у работы по найму. Первое. Это у нас стабильность. Вы каждый месяц получаете одну и ту же зарплату. Делали вы что-то или не делали, вы всегда получаете зарплату в один и тот же день. Это очень круто. Что вы еще можете получить? Вы можете получить премию. А еще спустя много-много лет, 20-30 лет, вы получаете пенсию в размере, ну сколько там, ну 20 тысяч рублей. Это, наверное, очень крутая пенсия, согласитесь. В чем прикол работы по найму? Почему так такое огромное количество людей работает по найму и им там хорошо? Правда, они все время жалуются, что маленькая зарплата. Так вот, почему же маленькая зарплата? Как вы считаете? Почему? Почему людям, которые работают по найму, платят очень мало денег? И почему они все время жалуются? Как вы думаете? Ребятульки. Все просто, потому что нет ответственности. Никакой ответственности нет. То есть, если ты накосячил, то ничего страшного. Не всем мало платят. Хорошо. Ну, не всем платят мало. Окей. Не всем. Возьмем большинство. Нормально платят по найму. Хорошо. Сколько это платят по найму? Хорошо. Это сколько? Ну, до 50 тысяч рублей. Ну, возьмем среднюю цифру по Санкт-Петербургу. Вот, в котором городе я живу. Вот это полтинник. Да, вот 500. Да. До соточки по найму. Ну, хорошо. До 200 тысяч рублей по найму. Честно говоря, а это что за профессия такая? Это вы на такой работе работаете? Ну, признаем честно, что большинство людей живут на 30-50 тысяч рублей. Ну, серьезно. Ну, давайте сейчас не будем прикалываться. Хорошо? Хорошо. Стоматолог, пилот. Это не работа по найму. Не-не-не-не, ребят. Это уже другая работа. По найму. То есть, когда вы подписываетесь в трудовой договор, и вы выполняете одно и то же дело каждый день. Итак, минусы работы по найму. Первое. Денег нет. Вот нет и все. Живем от зарплаты до зарплаты. Ну, кто мне скажет, какие минусы работы по найму? Только зарплаты и все? Чего вы молчили-то все? Вот график. Нужно каждый день приходить в одно и то же место. И заниматься полной херней. 40 часов в неделю. Вы приходите. Да, у вас есть начальство, которое у вас едет. Тын-тын-тын-тын. Каждый день. Да, отсутствие развития. Потолок, в который ты выше не упрешься. Ну, то есть, ну, реально, ребят, карьерная лестница в какой-либо компании. Ну, блин, она очень маленькая, согласитесь. Да? Ну, или очень долго ждать, когда у вас там, когда вы что-нибудь там придумаете, короче говоря. Но все равно, вариантов достаточно мало, чтобы кто-то распыкать. Ну, один из 30 растет, все остальные остаются на своем прежнем месте, согласитесь? Какие перспективы развития? Перспективы развития – это ипотека лет на 30. Это машина в кредит. 30 лет вы работаете на то, чтобы отдать долги. Прикольно, согласитесь? Пашите по 40 часов в неделю, чтобы отдать долги в течение 30 лет. Да, одна машина, одна квартира. Ну, дача – это еще, слава богу, если у вас будет еще дача. Ну, мы смотрим просто на то, как живут наши родители. Большинство у нас. Что у них есть? Есть квартира, есть машина, ну, дай бог, две. Есть дача. Вот это все, что вы можете поиметь лет в 50. Что еще? В принципе, на этом все и заканчивается. По факту, как вы думаете, жизнь человека, сколько стоит жизнь человека? Да, бесит уже все на Парше с шестым айфоном, а в кармане, точнее, Турция раз в год еще. Да, Турция еще раз в год, слава богу. Раньше было раз в год Турция, сейчас уже, ну, уже с этим делом сложнее. Итак, ребятуйки. Работа по найму – отстой. Согласитесь? Работа по найму – полный отстой. Следующий вид бизнеса – линейный. Сколько заработал, столько получил. Прикольная темка. Сколько, например, грузчиком устроился, сколько притаскал за ночь, да, сдельная, сдельная зарплата. Только сделал, столько получил. Очень удобно, очень кайфово. Сколько можно зарабатывать на линейном бизнесе, на линейной зарплате. То есть, сколько сделал, столько получил. Как вы думаете? Вот, машина в кредит, квартира в ипотеку, в кармане ноль, в итоге потов много, а профита ноль. Согласен. Ну, в минусе будешь все время. Потому что будешь переплачивать все время. За квартиру переплатишь три раза, за тачку в два раза переплатишь. Короче, все время в минусе живешь. Вот, стоматолог – хорошая работа. Это линейный бизнес, сколько сделал, столько получил. Это прикольная работа, мне она больше нравится, чем найм, согласитесь. Кайфово. Нормально можно зарабатывать. Ну, давайте, если это стоматолог, там, классический хирург, допустим. Сколько будет зарплаты у него? Ну, такая средняя. Ну, тысяч двести, ну, может, четыреста. Согласились или нет? Ну, двести. Вот, сейчас пациентов меньше реально стало. Окей. Ну, уже такая серьезная зарплата в линейке. Ну, вряд ли кто-то его получает, там, больше десяти процентов людей. Уже можно купить себе квартиру на свои бабки. Согласитесь? Где-нибудь, ну, не в центре, конечно, Санкт-Петербурга, но где-то в девятке. Согласитесь? Где-то в девятке, ну, можно купить себе такую квартиру. Или в купчину, ну, уже на свои, себе. Тачку можно купить уже, да? Можно еще что сделать? Ну, можно взять кредит на дом. Ипотеку и купить себе дом. Это уже прикольнее. 50 лет уже будет дом, уже там 2-3 машины, уже будет еще дача. И детей можно отдать в хороший университет. Минусы линейки какие? Нужно все время вджобовать, каждый день. То есть, сколько сделал, столько получил. Не вджобываешь, ничего не получаешь. То есть, нужно все время, как, короче, такой хомячок, фигачишь, фигачишь, фигачишь. Перестал бежать, денег нет, все, наобсосим. Согласны? Ну, точнее. Ну, линейка уже лучше, чем по найму, потому что заработать можно, ну, в 10 раз больше. Да? Да. Следующий у нас вид бизнеса. Традиционный бизнес. С чего начинается традиционный бизнес, ребят? Вот начало. Вот вы, каждый думал о том, чтобы создать свое собственное дело. Каждый парился над тем, блин, на чем бы заработать мне бабок? Согласны? На чем бы? О! С кредита? Нет, ну, кредит-то ты для чего берешь? Начинается все с идеи. То есть, нужно что-то придумать, что продавать? Да, ребятки? Надо придумать. Окей. Идея найдена. Придумал, что продавать? Что нужно дальше делать? Нужно найти помещение под склад, под магазин. Арендовать помещение нужно. Так. Так. Вы арендуете помещение под магазин. Да, нужно еще бабки где-то найти. Ну, опять кредит. Ну, или если, слава богу, есть свои. Ну, в большинстве своем опять мы берем кредитик. Точняк? Который нужно будет выполнить. О, фиг знает когда. С кредитом разобрали, взяли кредит. Нашли помещение. Хорошее место, все дела, все. Все круто. Ну, что нужно сделать? Нужно сделать там ремонт. Что есть после ремонта еще нужно сделать? Нужно поставить оборудование туда. Компьютеры там поставить. Что там еще поставить? Принтер поставить. Ну, короче, рабочее место. Витрины. И прочее. Ну, то есть, укомплектовать как-то. Видеокамеры нужно поставить. Замки. Нанял людей, а им пофиг, они в найме. Ну, да-да-да-да-да. Нанял людей, а им пофиг, они в найме. Да. Нужно нанять людей, которые пофигу. Да, в принципе, что они на тебя работают. Потому что у них нет ответственности, все на тебе лежит. Что еще потом нужно будет сделать? Нужно бухучет вести. Правильно? Вся эта хрена. Реклама нужна. 100%. Потому что половина денег будет уходить на рекламу. Но еще один момент. Нужно делать дохера закупа. Нужно все купить. И еще потом умудриться все это дело продать. Согласитесь? Плюсы какие? Работаешь на себя. Минусы? Геморрой, полные штаны и полные штаны долгов. И вариант того, что ты их отдашь или не отдашь. Тебе все время джебет, джебет и джебет твой мозг. Все время, что нужно отдавать эти бабки. Отдавать кредиты. Если ты не отдашь, то все, все в жопу. Лотерея, короче. Ну нет, если ты уже опытный. Ты там 9 раз что-то создавал. На 10 раз ты точно создашь то, что будет работать. Но все равно будешь в минусе. Но повезет, если бизнес хороший и ты окупишь его за 1 год. Это реально крутой бизнес. Бизнес номер 4. Сетевой. В чем прикол сетевого бизнеса? Идея уже есть. Она уже работает. На протяжении многих лет. Ну то есть, если вы выбираете сетевуху, выбираете компанию, которая ну реально несколько лет на рынке и которая стабильна. Как правило, это международная компания, которая занимает несколько стран и бизнес развит уже в нескольких странах. Вам не нужно арендовать помещение. Брать кредит на это помещение. Не надо делать, естественно, никакого ремонта. Не нужно ставить никакое оборудование. Не нужно нанимать сотрудников, которым похеру на тебя. И здесь начинается самое интересное. Вложений ноль. Что вам нужно сделать? Создать товарооборот. Вам нужно заняться чем? Рекламой. Но эта реклама идет из уст уста. Сколько вы тратите денег на эту рекламу? Ноль. На помещение тратите ноль. На закупы тратите ноль. А хотя нет. Нужно закупаться для себя. Нужно покупать продукты, которыми ты реально пользуешься. Потому что... А как ты будешь рекламировать то и рекомендовать то, что не знаешь, что не пробовал? У каждой компании свой вход. Своя стоимость этих продуктов. То есть, например, у Inno International это 8 800. А в Revolte или, например, в Global Intervolte это уже там 300, там 400, 500 баксов. Это уже другие суммы. Самое интересное, что вы друг другу никогда не перейдете дорогу, потому что цена на все продукты одинакова. Где бы вы ни были, звездам платят за рекламу? А кому платят за рекламу? Скажите, пожалуйста, в сетевом бизнесе платят за рекламу? Зачем звезде платить за рекламу? Если звезда имеет огромное количество поклонников, которые могут составить свою структуру. Откуда вы? Почему вы говорите, что долины и дзю платят? Вы уверены в этом? Открываете Википедию и смотрите про Костю Дзю. Он является просто менеджером компании Inno International. Зачем звезде платить деньги? У них и так огромное количество фанатов и поклонников и сторонников. Они просто строят свою структуру в сетевом бизнесе. Зачем платить, например, даже 500 тысяч рублей в месяц будут за рекламу платить? От тебя знают 100 тысяч людей. Если ты подписываешь там порядка 15 тысяч людей, у тебя будет, ну, как минимум, полтора-два ляма в месяц себе капать, блин, на твой кошелек. Прогунов получал, ничего он не получал. Никто ничего не получал. Сетевые бизнесы, сетевые бренды никому ничего не платят ни одной звезде. Это бред. Бредятина чистой воды. Потому что, если ты построишь свою структуру, ты будешь зарабатывать дохерищи бабла. Что делают Костя Дзю, Лариса Долина, Алла Пугачева. Для них это еще один вид заработка. Это пассивный доход. Вот прям, ну, совсем не верится. Ну, капец. Да верится вам все. Просто вам не верится, потому что у вас эти цифры в голове не укладываются, как можно зарабатывать полтора ляма в месяц. Вот и все. Признайте это, что вы никогда таких денег не зарабатывали. И в месяц вы такие суммы никогда не видели. У вас стоит в голове стеклянный потолок, что это нереально. И что реально это только медийным людям, у которых уже есть деньги, есть аудитория. По факту нихера подобного. Знаете, как работает сетевой бизнес? Вам нужно всего лишь убедить трех человек. Нет. Мне никто ничего не предлагал никаких денег. И никому. Никто ничего не платит. Потому что люди, которые известны, они и так прибавляют. Им не надо платить за рекламу. То в сетевом. Для них рассматривают сетевой бизнес, как еще один дополнительный вид заработка, который приносит дополнительный пассивный доход. Пассивный доход. Ты ни хера не делаешь. Тебе нужно повджобовать первый год, чтобы обзавестись структурой в первой и второй линии. Семенихин миллионер, да? Семенихин миллионер. Да. Абакарову предлагали бабки. А кто такой Абакаров? Кто это? Он чемпион чего-нибудь? У Абакарова есть контракт с каким-либо брендом, хотя бы спортивного питания? Есть ли контракт с ним? Сколько денег ему платили? Сколько денег ему платили эти ProSabs? И платили ли ему вообще эти деньги? Он может показать контракт, что ему платили ProSabs? Деньгами. Вот прежде чем говорить что-либо, докажи, что тебе платили хотя бы сколько-то денег. Если ему предлагали деньги, если ему предлагали деньги в сетевом бизнесе, пускай хотя бы доказательство приложит, что ему предлагали деньги. Он этого сделать не сможет, потому что ему ничего не предлагали. Ты понимаешь, что ты сам на дядю работаешь по факту, денежки приносишь, а вы нет? Вы в любом случае работаете на какого-то дядю. Я могу зарабатывать в несколько раз больше, чем тот человек, который надо мной. Таким мы протеинами и платили. Товарищ Абакаров, тебе платили спортивным питанием. Если тебе платили хотя бы, не знаю, ну 20 тысяч рублей. Пожалуйста, предоставь письменное доказательство. Контракт. Вот я могу показать контракт свой. С компанией Fit Health. С компанией Ронни Колман. С компанией даже Pure Protein. Вам показать контракт? Как он выглядит? Показать? Окей. Просто, ребят, я хочу, чтобы вы поняли один момент. У нас в России, наверное, 10 спортсменов, которые зарабатывают живыми деньгами. Все остальные работают за еду. Как рабы. Вы получаете спортивное питание и все. И вы за эти баночки работаете. Постите посты в Инстаграм, снимаете ролики и прочее, прочее, прочее. Да все работают за еду. Знаете почему? Потому что соглашаются за бесплатно работать за еду. Потому что соглашаетесь за бесплатно работать. Именно поэтому. У меня не было ни одного сотрудничества, где бы я соглашался работать бесплатно. Поэтому я зарабатываю на этой теме. Вот я верю, когда есть контракт, если он есть, если спортсмен говорит, у меня контракт с компанией, и я зарабатываю на этом, тогда я поверю. Если он не может предоставить ни одной бумажки, тогда он работает за еду, ему нихера не платят никто. Я вам могу утвердить, что 10 человек в России зарабатывают, ну по бодибилдингу естественно, фитнес индустрии, которому хотя бы что-то платят. Итак, показывать, нет, еще не показал, я жду, когда больше людей будет в трансляции. Все, или все, уже можно показывать, или нет, показывать или нет. Все спят, ты сейчас ждешь, ну я жду, когда подключат, ну все, окей, и так, как выглядит контракт. Контракт выглядит вот примерно столько в нем, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять страниц, вот у меня пять страниц. Читаем. Соглашение, Санкт-Петербург, 2015 года, 29 июня. Тут ля-ля-та-паля, ну короче, ИП, все дела. Терминные определения, предмет договора обязанности сторон. Вот, например, пункт здесь есть такой, 3, 1, 4, что я должен делать? Вот, смотрите. Да, сумма там есть, подождите, я дойду до суммы. Итак, вот пункт 1, 3, 1, 4. Проводить работу на своих страничках в соцсетях. И тут мои странички. ВК, это мой паблик, это моя личная страница, инстаграм мой, и видеосервисе youtube.com, культура тела, это мой канал, мясо по ГОСТу, как вы знаете. А именно, размещать регулярные посты в соцсетях, минимум 2 в неделю. О продукции, предоставляемой заказчикам, использовать в видеороликах продукцию или ля-та-паля. Вот, самое интересное, что должна делать компания. Компенсировать, ну, короче говоря, предоставлять спортсмену формы или элементы с логотипами бренда, представляемых заказчикам. Оказывать спортсмену информационную поддержку, обеспечивая большую узнаваемость среди соответствующей аудитории. Компенсировать расходы на проезд и проживание спортсмена в случае его выезда на мероприятие по требованию заказчика, если такие мероприятия требуют от спортсмена финансовых или иных вложений, дополнительных сделанным спортсменам по самостоятельному решению. 3, 2, 4. Уплачивать спортсмену денежные вознаграждения в сумме, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ежемесячно. Вознаграждение должно быть уплачено в срок непозднение 20-го числа каждого месяца. Ну и тут ответственность сторон, дополнительным условием. Сколько? Вот, пожалуйста, вот циферки, сколько мне платили Ронни Хоуман. Сейчас, погодите, погодите, сейчас я вам покажу. Погодите. А, вот. Пункт 3, 2, 4. Вот циферка. Выплачивать ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ежемесячно. И вот сумма. 120 тысяч рублей. Вот столько мне платили Ронни Хоуман. Вот вам, пожалуйста. В месяц. Компрендо, народ. Вот это называется контракт. Ну, чтобы вам, короче, хернёй тут не страдать ещё. Адреса и платёжные всякие штуки. Печати и прочая-прочая фигня. Да, за рекламу. Бренда. Вот этого. Ронни Хоуман, как вы помните. Я его до сих пор ем. Контракт никто ничего не разрывал. Кризис сожрал. Кто-нибудь сейчас рекламирует? Печати две должны быть. У меня нет печати. Я спортсмен. Вот, я спортсмен. А это заказчик. Пожалуйста. Не-не-не-не-не. Стоп, 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 стоп. Вы что, неплохо смотрите, что ли? 120 в год? Нет. Вам же тут написано. Ещё раз показываю. В сумме 120 тысяч рублей. Ежемесячно. Ещё раз читайте. Вот здесь. Пункт 3, 2, 4. Да это к тому, что... Я говорю, что... В фитнесе нихера никто ничего не зарабатывает. Только 10 человек в России зарабатывают. Все остальные сосут лапу. Их мега понты, что у меня контракт с какой-то компанией. Это пи... Дёж. Кто эти люди? Да вы все их знаете. Огласить список, кто зарабатывает? Кто реально зарабатывает? Ну, 120 тысяч там не все, конечно, зарабатывали. Зарабатывают в месяц. Так, ребят, короче, кто зарабатывает? Интересно, кто зарабатывает реально деньгами. Да? О, сразу же сколько будут. А давайте лайки мне. А чё вы? Ну, я вам даю. А вы мне ничего не даёте. Никаких лайков ничего нету. Гостиня сегодня рубит, правда, матку вообще жёсткую. Что почти все спортсмены... НИЩЕ БРОДЫ! НИЩЕ БРОДЫ! Ты, бляха, муха. Полные нищеброды. И мнение их стоит ноль про то, как зарабатывать бабки. Ты не думал построить свою пирамиду. Не-не-не, зачем пирамиды? Есть сетевой бизнес. Там ты можешь зарабатывать больше, чем тот, кто над тобой стоит. Если ты зарабатываешь реально огромное количество денег, ты сразу же в совет директоров получаешь. Понимаешь? И ты можешь стать этим человеком. Нет, я говорю о спортсменах. Ну, ну, не знаю, там, не выступающих, а вообще о бодибилдеров, которые зарабатывают приличное количество денег на фитнес-индустрии. То есть на контрактах под печатью. Хорошо. Это я. Игорь Гостюнин. Как вы поняли. Леша Лисуков. Андрей Скоровный. Александр Федоров. Четыре. Екатерина Усманова. Пять. Ишанкин. Да, Дима Ишанкин. Уже у нас шесть. Гусев. Коклеев. Линда Верт. Нет, у Кулаева точно такого нет. Вряд ли ему вообще что-то платят. Да, у Крылова зачем ему контракт? У него и так есть свои компании. Не, ну Коклеев, он же все-таки не бодибилдер. Ну, давайте возьмем. Хорошо, Коклеев. Вот десять человек, которые зарабатывают на фитнес-индустрии. Кто, у кого реально есть контракт под печатью и подписью. Нас десять человек. Да, Коклеев был десятом. Миронов. Ну, вы что, издеваетесь, что ли? Все. А что Саша Назаренко? Саша Назаренко в НЛ Интернешнл. Он зарабатывает там деньги. Величко, Величко просто тренер, который ни хера не зарабатывает. У Паши Кириленко, ну, может, у него был контракт, но он уже далеко, уже ушел от дел. Чем с короной занимается? Спросите у него, чем он занимается. Но, про сам с ним платили очень жирно. Очень хорошо, поэтому все в порядке. Ну, Александр Невский, да, вы столько зависти к Александру Невскому, ну, или Курицын, да? Но Семенихин все-таки не бодибилдер, давайте это признаем. У Семенихина... У Семенихина один ролик стоит 100 тысяч рублей под рекламу. Только один ролик. По секрету вам скажу. 100 тысяч стоит реклама у него. Невский не бодибилдер, но его и нет в этом списке 10 человек. А я не знаю, работает ли Сандрюха. Так я же тоже не работаю с Роникол давно. Да мне и не нужны уже партнеры, я и так зарабатываю нормальное количество денег. Мирона, кстати, реал-контракт получил-то. А он показывал контракт? Вот, я показываю свой контракт у меня. Вот, пожалуйста. Пусть покажет, сколько он зарабатывает, если у него есть контракт. Я вам, ребят, говорю. Все спортсмены, за исключением этих 10, ну может быть 15 людей, не-ще-бро-ды. Знаете почему? Потому что они соглашаются работать за еду. Только знаете еще, в чем прикол был? Это еще в древних временах было. Помните, кто работал за еду? Не-не-не, персональный тренинг это одно дело. Я говорю про контракты. Про контракты. Рабы. Рабы работали за еду. Рабы. Но знаете еще, в чем прикол? У рабов была крыша над головой. Не-не, я говорю про контракты. Я говорю про контракты фитнес-индустрии. То, что вам платят за рекламу, за рекламу, деньги живые, помимо спортивного питания. Так что вот такие пироги, ребят. Я знаю, что из всех бикиняшек у нас в России зарабатывает только Катя Усманова. Все остальные сосуд, ну, в прямом и переносном смысле. Ну, Оксана Гришина, ну, она не в России она. Ну, вы что? Загар клевый. Спасибо большое. Возьми 10 подписчиков и научи их зарабатывать. Ну, ребят, у меня так-то есть подписчики. Я их набираю, я обучаю, как накачаться на консультациях, как зарабатывать бабки. Как взять такой, заключить контракт на 70 тысяч, на 50, на 120. Ну, вот такие денежные, реальные бабки. Это я говорю на семинарах, на своих консультациях. Пожалуйста. У меня консультация до 1 июня стоит 5000 рублей, аж 4 консультации. И 12 тысяч рублей стоит 12 консультаций, то бишь 3 месяца. И на них мы разбираем все вопросы. Как накачаться? В отличие западной школы от российской школы. Как заработать денег на спорте? И как вообще зарабатываются деньги? И как зарабатываю деньги я? Консультации по времени сколько? Консультация длится до тех пор, пока у вас не закончатся вопросы. Но, как правило, ваш мозг начинает закипать через час, максимум полтора. И вы больше не можете выдержать этого потока информации. Если ты не медийный, то никакой контракт не возьмешь в точку. Если ты не медийный, то нахер ты кому-то сдался. Ну, возьмут тебя с твоим титулом, ну, на месяц, на два, на три. Но если ты ни хера не можешь увеличить продажи, то нахер кому-то сдался. Кай Грин и Фил Хит зарабатывают примерно одни и те же деньги. Хотя они там в рейтинге 1 и 2. Но они зарабатывают. А еще Деннис Вольф. Все они примерно зарабатывают одинаково. Ну, правда, у Фила сейчас своя линейка. А, и у Кая тоже сейчас своя линейка пошла. Они каждый работают на себя. Хотя, по факту, есть же куча брендов, да, и кайфовых. Есть там Optimum Nutrition, правильно, есть бренд. Однако, создаются новые. Чем они лучше? Да ничем не лучше, все то же самое. У Дениса пиво. Вот у Дениса вообще кайфовый бизнес. У него он пивом торгует. Ему вообще все клево. Я штраф 10 к среднему могу заплатить. Какая консультация еще? Ну, возможно, я знаю, как их не платить, эти штрафы. Даже у синтоловых фриков в своей линейке. Вот, даже у них, у синтоловых фриков. А у наших супер-мега-чемпионов, абсолютных чемпионов страны, России, мира. Ни хера нету. Они работают тренерами, обычными тренерами в тренажерном зале. И проводят персоналки с утра до ночи. Это их единственный доход. Так как контрактов у них нет. Потому что, знаете, какой простой диалог между спортсменом и потенциальным спонсором. Хотите, я вам расскажу простой диалог? Между хорошим спортсменом, таким чемпионом, уже чемпионом, и потенциальным спонсором. Простой диалог. За что тебе платить эти деньги? Спортсмен говорит, я чемпион. Я чемпион, я вот чемпион России. Ему спонсор говорит, хорошо, чемпионов много. Почему я должен платить деньги именно тебе? И тут спортсмен говорит, у меня есть канал на ютубе, там 10 тысяч подписчиков. У меня есть инстаграм, на нем 5 тысяч подписчиков. У меня есть личная страница вконтакте, на нем 10 тысяч друзей. Хорошо. Как ты думаешь, сколько это стоит? Ну, это стоит, ну, сколько это стоит? Не знаю, 10 тысяч рублей в месяц. Хорошо. Еще на 10 тысяч рублей мне спортпита. Хорошо, давай мы тебе дадим на 15 тысяч рублей спортпита, и все на этом. Ну, я же просил деньги. Не-не-не-не-не, или на 15 тысяч рублей спортпита, или ничего. Блин, 15 тысяч рублей спортпита, это лучше, чем ничего. Я согласен, давайте На, работай за еду Спасибо, буду работать за еду Хотя бы что-то я урвал из этой фитнес-индустрии Фу, на халяву, как клево Вот что, какой диалог Это в лучшем случае Сколько самое большое можно заработать на этом Я знаю, я видел контракт на 750 тысяч евро в год Вот это я понимаю, контракт Понимаете, о чем я? Другой диалог, это когда человек может столько продать То есть ему платят 750 тонн Эти же бабки должны окупаться компании Вы же понимаете Они должны окупаться Иначе смысл тратить эти деньги на спортсмена То есть спортсмен должен их отбивать Если он не отбивает То ему пошел ты нахер, чувак, вообще Отсюда Даже бородачи за еды не работают Ну вот это правильно Если понимаете, когда вы соглашаетесь работать за еду И за бесплатно Вам цена ноль Вы дешевки Полнейшие дешевки И вам никогда никто платить не будет Вы за еду будете работать Вам баночки, вы пост в инстаграме Заработать за еду Если вы согласитесь хотя бы один раз Вы дешевка, полнейшая И платить вам не за что Платить вам будут 0 рублей 0 копеек Если вы соглашаетесь на эту херню Вот что вам будут платить Все не бомби Хорошо Смотрите Хорошо Другой диалог Хотите вам покажу Как зарабатываются Там 100-120 тысяч рублей В месяц Ну хотя бы такие деньги Ну согласитесь, ребят За рекламу такие деньги хорошие Главное, чтобы у тебя было Как можно больше подписчиков везде Это потенциальные покупатели Бинго Поэтому рулит медийность Реклама Это к медийности Чем больше ваша медийность Тем больше вы зарабатываете Но Одной медийности мало Чтобы зарабатывать деньги То, что вы просто медийный Это одно Самая главная фишка Увеличиваете ли вы продажи Этого продукта или нет Авторитетно ли ваше мнение Или нет Вот если ваше мнение авторитетно И когда вы говорите Вот эта банка круто И люди идут покупать Эту банку Вот тогда вам будут платить Столько, сколько вы захотите Ваши условия будут учитываться А пока вы не поднимаете Продажи этих банок Нахер вы никому не сдались Вы просто спам Просто спам Знаете, чем отличается Человек, который реально Продает вот эти банки От человека, который соглашается на еду Вот который продает Он увеличивает продажи этих банок А тот, который соглашается за еду Это просто спам То есть Компания всегда выбирает Во что вложить деньги В крутого, амбициозного спортсмена С титулами С медийностью И реально, который может продавать Ему будут платить деньги И на другой чаше весов Где-то 100 спортсменов 100 спортсменов Которых можно взять За еду И они будут работать За еду Денег можно не платить С одной стороны Один спортсмен Которому нужно платить банки Спортивное питание Обеспечивать его Везде его еще и продвигать А здесь 100 спортсменов Которым платить ничего не надо Просто дай банку И все Он за банку Будет за вас работать 2-3 поста Да пофигу Он говно сожрет Ради этой банки На камеру Просто отдать спортпит Дешевкам Эти дешевки Будут работать как спам Авторитетное мнение Весит как 100 спама Да еще авторитетное мнение Это намного дороже Потому что им нужно еще платить Бабки за его авторитетное мнение А этим дешевкам Ничего платить не надо Они будут работать За еду За бесплатно Их можно набирать Сколько угодно Это как спам Везде эти банки Везде эти фотки Со 100 инстаграмов По 10 тысяч человек Чем один У кого 100 тысяч Ты на вопросы отвечай Которые пишут Я хочу отвечаю Хочу нет Не нравится Вали нахер с этого канала Рабов Много рекламы Много протеин Он дал и все Конечно Просто дал Дал просто Своей продукции Отдал и все И когда мне пытаются Сказать люди Что Игорь Не продавай Energy Diet Ты занимаешься херней Я говорю Да пошли вы в жопу А вы продаете Китайское сырье В коробках За копейки И говорите Что это круто Так вот Я лучше буду продавать Французское сырье Energy Diet Чем какое-то Говно Китайское В коробках Где написано Russian Блин Протеин А что с контрактом Пьюр Если хотите Я могу найти Свой контракт С Пьюром Хотите Я в 2011 Году В 2011 Году Был один из первых Кому Пьюр Были Были готовы Заплатить Банку покажи Лучше Вот банка Просто озвучили И найти вам бумажку Еще раз Показать бумажку Сколько там денег Мне в месяц Платили Пьюр Протчинь Просто озвучить Достаточно Озвучено Хорошо 750 долларов В месяц Это когда 2011 год Это еще никто Не знал Про эту компанию Я был на тот момент Абсолютным чемпионом Мира Абсолютным чемпионом Мира И я договорился На то Что мне Пьюр Будет платить 750 долларов В месяц 750 баксов В месяц Вот столько Мне Платили Пьюр Ну реально Где-то у меня Валяется Контракт Я себе на память Оставил Я там циферка 750 баксов Реально в долларах Я на тот момент Такую говорю Не, ни херена не в рублях Доллар растет Пожалуйста В долларах Я подписал Действительно Подписал контракт На 750 долларов Это даже помнит Владимир Борисов Кстати Борисов был первым Спортсменом Которого подписала Пьюр Протчинь Он тогда еще был Менеджером компании И помимо того Что он был Менеджером компании Ему еще платили деньги Реально платили деньги Почему они отказались От проспортсменов Контракты не тянут Нет А просто выгоднее Спам Выгоднее набрать Кучу спортсменов Которые готовы Работать за Еду Чем платить Огромное количество Денег Реально крутым Чувакам Просто реально Крутые чуваки Просто с титулами Им бессмысленно Платить эти деньги Американцы Это давным-давно Поняли Если у тебя есть Просто титул И тебе ни кера Не заплатят Ты должен продавать Увеличивать продажи Если ты не увеличиваешь Продажи Твой контракт Скоро лопнет И оставили контракты Только тех В пьюре Кто реально Поднимает продажи А кто не поднимает Продажи Тех нахер Из этой компании Потому что Толку от них Ноль Иначе бы Компания До сих пор бы платила Лисуков по моему До сих пор в пьюре Федоров тоже в пьюре По моему Точно я не помню Надо у этих ребят Спросить Но Что Лешка Лисуков Что Саш Федоров Без контрактов Не останутся Уж поверьте А все остальные Под вопросом У Валеры Живухина Ну спросите Сколько Я не знаю Я не разговаривал С Валерой По поводу Того Какого у него контракта И на сколько денег Не знаю Федоров ушел Ну ушел Значит ушел Но Саша Федоров Настолько крутой Авторитетный чувак Что Чем бы он не рекламировал Этот будет продаваться У Лешки Спросите Когда он будет выступать Плюр годный Прод Лада Хорошая машина Лисуков Не медийный Вообще Поверьте Он медийный Он медийный Вы его обсуждаете Он медийный Реально медийный И когда вы говорите Про Лешу Лисукова Вы вспоминаете Огромные мышцы И когда ролик С ним выходит Где-то на Ютубе То он собирает Бехерище Количество просмотров Вот что такое Медийность Он как темная Лошадка Знаете Выстреливает Тогда когда надо Леша Лисуков Всегда будет При контракте Потому что Он имеет Мега крутую Генетику Саша Федоров Тоже будет Всегда при контракте Потому что Он огромный И он умеет Это продать У него мышление Бизнесмена Живухин Гораздо больше Медийный Да ладно Вам Да ладно Ну чё Вы Когда ты будешь выступать Давно про тебя не слышал Я не буду выступать Я закончил карьеру Семь с половиной месяцев назад И оказывается Я всем говорю Полгода назад Отказался от сироидов Я тут посчитал Семь с половиной месяцев Как я отказался От фармы Скоро восемь месяцев будет Как я закончил карьеру Я не хочу обратно В ББ Там мало платят денег Даже вот контракт Вот этот На 120 тонн В месяц В сетевом Блин Зарабатываются Блин Столько денег Что просто Караул Я в сетевом Буду продавать Энеджи диет И зарабатывать Дохерищи денег В сетевом Знаете в чем Прикол сетевого бизнеса На самом деле НЛ интернешнл Я занимаюсь Ну сколько С конца Марта Я в конце марта Вступил в НЛ интернешнл По факту Я в другой компании Зинзино Уже на протяжении Полутора лет Я зарабатываю там деньги Зинзино Вот эти вот Супер витаминки Эти витаминки И знаете В чем прикол денег В чем прикол денег И почему деньги не пахнут Для меня деньги не пахнут Вообще никак Знаете Знаете как Я вам объясню Хотите узнать Почему для меня Деньги не пахнут Ребят Или не надо Или вы считаете Что деньги пахнут Как вы считаете Деньги пахнут Или нет Не пахнут Или пахнут Не пахнут Я вам объясню Свою точку зрения По этому поводу Понимаете Когда мне Мама Звонит И спрашивает Сынулька Мы тут с папой Решили ремонт Сделать на кухне Давно не делали ремонт Ну просто современную Мастеров Мастеров Которые сделают Эту кухню И сделали За 450 И знаете Что я в ответ Получу Самое дорогое Что в моей жизни Есть Я получу Улыбку Своей мамы А как я заработал Эти деньги Да мне Насрать Я увижу Улыбки Своей мамы Самого дорогого Человека На планете Земля Поэтому Поэтому Сейчас момент Поэтому ребята Энерджи Диет Ясно вам Энерджи Мать его Диет Потому что Компании 15 лет Потому что Партнеры Мерседес Бенц Блин Потому что Каждый год Количество Увеличивается В чертову Херову Тучу Раз Пользователи Этого продукта Если они Начинают Это есть Они едят Это все время И компания Русская Русский чувак Ее придумал Вот и все Понятно Вам или нет Эй Я буду Я сам ем Потому что Это реально Настоящие Источники Витаминов С усвояемостью Блять 100% Фишка Не в калориях Фишка Не в Блять Количестве Белка И углеводов Чтобы нарастить Моечную массу Или сжечь жир Фишка Вашим Витамином Минеральном Состое Вашего Организма Здоровый Или нет Если вы Здоровый И потребляете Необходимое Количество Витаминов И минералов Вы растете Или худеете А если Метамином 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 Кто меня знает Побольше Те в курсе Что я обожаю Этот гейнер Блин Апьер масс От Блин Метамином Охренительный Гейнер Там Сои И молоко Сои И молоко Вот я на нем Разбухал Как мне фиг делать Когда я весил 132 килограмма Когда я весил В 2013 году Самый мой пик Веса был Я ел по 4 порции Этого гейнера Апьер масс Который на сои И на молоке Сделан И кто поднимет Там записи Мои видеозаписи Я вам покажу Там про спортпит Фитхаус В этой компании Что я постоянно Говорил об этом гейнере Апьер масс Я никому не рассказываю Что я 7,5 месяцев Уже блять Лакто Ова Вегетарианец Я не ем мясо Я ем рыбу Яйца Творог Курицу иногда Индейку иногда Но мясо я не ем Я рос на дозировках На каких дозировках Да вы думаете Что вырасти на дозировках Может каждый Что ж тогда Все херачат Там мега дозы Сейчас 2 грамма Это минимум Тестостерона Только я что-то Больше качков На сцене не вижу Больше супертяжи Не становится Как было мало Супертяжи на сцене Так оно и есть Я не пью Я против алкоголя Че сколько заработал А ты сколько заработал Я тебе раз Задаю такие вопросы Сколько ты заработал Не спрашивайте у других людей Сколько они зарабатывают Узнавайте как заработать Придурки А то палитесь Что нищеброды Никак в жизни Ничего не можете Сами заработать Поделись идеей Как ты зарабатываешь А я поделюсь своей Вот это разговор Или я поделюсь своей А потом ты мне поделись Как ты зарабатываешь Бабло Только не свои Там 10-50 тысяч рублей А реальные бабки Как заработать А да Релакс 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 Сорян Сорян ребята Что-то я погнал уже на вас Вы же мои любимые Обожаемые Уважаемые Готтосмотрители Я вам давно Сердечек не рисовал Я вас Вот что я вас Вот Да не 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 Я же контролирую себя Просто мне Когда люди говорят Что энергиодиет Это не очень хороший продукт То Я говорю Уже даже ничего не говорю Уже просто вот так Ха-ха-ха Недавно же ел стейк Да Я недавно ел стейк Иногда я себе позволяю мяско Но оно такое вкусное Но в ежедневном рационе У меня нет мяса Иногда я себе позволяю Но у меня нет вегетарианства Головного мозга Так же как и бодибилдинга Головного мозга У меня нет Я могу себе позволить Скушать Я могу себе позволить Выпить алкоголь Хотя я против бухла Я могу себе позволить Выкурить сигарету Но я против курения Но у меня нет этого Зожи головного мозга Когда я хочу Я это делаю У меня нет ограничений Просто это мой выбор Если у меня выбор есть между Мясом и рыбой Я выберу рыбу Просто стейк шоппинг шоу Это ресторан моих друзей И там нет рыбы Там есть только мясо И мясо самое лучшее И стейк там стоит ковбой 3,5 тонны А что на дочке хейтят энерджи диет Да потому что дебилы на дочке Там они спрашивают какой рукой подтирать задницу И дрочить нужно левой и правой рукой Или только левой Не будет ли асимметрия От того что я дрочу только правой Естественно потому что дорого Они не щеброды настолько Что у них нет денег на качественный продукт Они спрашивают про бюджетную корзину культуриста Меня тоже спрашивают Игорь сделай ролик про свое питание А я не хочу его делать Знаете почему Потому что как вы думаете Сколько стоит моя корзина питания Потому что я ем блять в Гирлянде Это сеть магазинов натуральных продуктов Фермерских Если я буду показывать блять Сколько я ем И что я ем И за какую цену я ем Вы там все блять меня нахуй пошлете Куда подальше А я вам показал банку Где порция 150 рублей Начался вайдос по всему интернету блять Я удивляюсь просто Ребят Ну я мое Прежде чем хейтить И говорить что это очень дорого А вы же говорите о том что у вас нет денег Вообще ни на что Ребят у меня тачка стоимостью Херову тучу бабла У меня только окружают Только самые красивые женщины Блин я ем только самую лучшую еду Мой организм это Феррари Вот мой организм это реально Феррари Я в него не буду заливать 72 бензин блять Я в него буду заливать Блять 106 108 Лучшее что есть Понимаете о чем я Покажи Момса Покажи Момса Пришел питбуль Чемок Знакомьтесь Я там питбуль Да все 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 Газовец Ляля Иди ко мне Иди к Пэка Сейчас Лялечка придет Не жаль что ушел Я обратно в единоборство ухожу Мне ребята единоборств говорят Игорь жаль что ты ушел Из единоборств Такой талант пропадает Привет 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 всем Привет Да нет я отдал боксу Не так уж и много Но 3 года я отдал Григориймской борьбе И 3 года боксу И я после этого Ну когда у меня начались Идеально я начал задумываться О том как зарабатывать бабки Мне папа сказал Что это Ну ты чувак Тебе по башке Блин дают 3 раза в неделю Давай-ка уже Остепени Драться научился Научился Драки боишься Нет Все Ты мужик Иди зарабатывай бабки Приноси домой мамонта Если ты не приносишь мамонта Не приносишь бабки В современном мире То ты полный ноль Как бы чувак Ты не можешь содержать Свою семью Блин Свою жену Своих детей Пап с мамой Которые старенькие Уже становятся Внуков своих Теть, мам Там бабушек Дедушек Ни хера не можешь Поэтому иди зарабатывай Хватит тебе по башке Надавали уже Все ты понял Что такое Надавать по башке Где зарабатывай деньги Я начал себе искать Тот вид спорта В котором Я бы выглядел Как мужик Я бы занимался Реально спортом Я бы мог бы Свои Спортивные амбиции Реализовывать Поэтому я пошел В БП Но я хотел Естественно Тело себе Офигенное Я вот С начала июня Хотел уйти Опять в единоборство Но у меня Вот так Все время Меня колбасит Поэтому у меня В воскресенье Первая тренировка По боксу Так что Первого числа Съемки будут Мои тренировки По боксу Я уже все забыл Вот этому Вот поэтому Мне похуй Когда зарабатывать Человек Кокарин продал Главное Чтобы не нищебродом Да Ё-моё Да Ты прав Ты реально прав Я не знаю Что Есть романтика В нищебродстве Что ли Какая-то Или что Миронова Пиздить будешь Да он слился уже С боем Миллион раз Он сказал Дай мне миллион Я ему сказал На тебе миллион Даю Так он Загостился Он всех банит Кто задает ему Вопрос Будешь биться С гостининами Или нет Он сразу же Добавляет Черный список И все Трус Бл*** Че колешь Отказался От формы Семь с половиной Семь с половиной Лет хотел сказать Семь с половиной Минесов назад Так Стопе Стопе Че-то я это Че-то я это А что Про саму дочь Скажешь Дочь Молодец Предприниматель Сделал бабки Делает бабки Молодец Все что На чем можно Зарабатывать деньги Правильно делает Восстановился Да Я восстановился За месяц Меня же Крис Ацета Целый год Вел по форме Реально Реально В продажу Недвижимости 20 лет Податься Да Ну нафиг Долго Очень И делай Сетевуху Раз молодой И у тебя Настроения Много Очень Ребят Я вам просто Не просто так Говорю Про сетевой Блин Да потому Что это Бизнес Будущего Знаете Почему Вы уже Давным Давно В сетевом Давным Давно В сетевухе Живем И гоним На сетевуху Блин Такой бред Знаете Акция Приведи Двух друзей Получай абонемент Бесплатно За рекомендацию Заработаешь Или Собери 50 наклеек И получи Сковородку В супермаркетах Это тоже Сетевой прием Мы давным Давно Уже В сетевухе Или Знаете Какая-нибудь Скидочная Карточка Привези Друзей Получишь Скидку Или еще Какая-то Херня Это все Сетевуху За рекомендацию Получаете Процент Так вот Любой сетевой Бизнес Это и есть Получение Процента За рекомендацию Вам ничего Продавать не надо Вам нужно Только рекомендовать Человек сам Приходит в магазин И покупает По вашему номеру Покупает Блин И вам Бабки капают На счет Вот и весь Прикол Сетевухе И у меня Таких компаний 4 4 BLM Компаний 4 сетевухи На которых Я зарабатываю Деньги NL International Global Intergold Revolt И Зинзина 4 компании Зинзина Еще в России Не открыта Я буду открывать Эту компанию В России Я первый партнер Этой компании В России Я в следующем году Планирую Открыть Эту компанию Офис В России Первый В Москве Поэтому Я переезжаю В Москву В сентябре 4 сентября Я уже буду жить В Москве И знаете Я буду Где жить Там В Москве В каком месте Ни блять Ни на окраине Нахер Потом вам покажу По делу Буду говорить Окей Просто запомните 4 сентября Не 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 Ну не в Кремле Ну кто в Кремле Живет Никто не живет В Кремле Там все Тусят только Что за зинзина Зинзина Норвежская компания Вот читай Смотри Зин 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 Это Норвежская компания Которая занимается Производством В лучших в мире Витаминов И омега-3 Омега-9 Омега-9 Омега-3 Питьевой Его пить можно Он вкусный Они также Занимаются Сейчас Погодите Сейчас Вам что Рассказать Показать Я схожу Сейчас Да Окей Сейчас Я тут Ребят Ну что Рассказать вам Про зинзину Если вы не хотите В Energy Diet Продавать Окей Вообще Не вопрос Я вам про другое Расскажу Energy Diet Мне просто Дало хайп Я наконец Таки Людям могу Доказать Что сетевой Бизнес Это работает Ладно Черт Energy Diet Расскажу Про другую Компанию Итак Компания Зинзина Норвежская Компания Которая Выпускает Бады Высочайшего Качества Они поставляются Во двор Великобритании Чтобы вы понимали Какой уровень В Европе По сетевому бизнесу Уже создаются Целые университеты Там люди Учатся По 5 лет Чтобы понять Что такое Сетевуха И как на этом Зарабатывать Пока у нас Хают Там уже Обучаются Этому Пробейте В интернете Университеты По сетевому бизнесу И узнаете Яху Уедете От того Насколько сетевой Там крут 80% Товарооборота Японии Это сетевуха В США Не знаю Сколько там Процентов Но точно 40-60 Точно Где-то Около Товарооборот Там к сетевухе Относятся Отлично Расскажу Про эту Компанию Итак Компания О Три шестерки Максим Три шестерки Ты крут Три шестерки Ролят У меня тоже Сейчас Гост 666 999 Что инста Что перискор Итак Рассказываю Витамины Самые офигенные Чтобы понять Насколько Крутые Витамины Просто У вас В составе Должны быть Витамин К1 И К2 Просто Вам Маленькая Фигня И бета Глюканы Просто Пробейте В гугле Что такое Бета Глюканы И витамины К1 К2 За что Они отвечают Если у вас На витаминах Написано Что просто Витамин К Это значит Что на вашей банке То же самое Что написано Витамин Б А как вы понимаете Есть витамины Б1 Б5 Б6 Б12 Какой именно Витамин К там Находится Вопрос Это по поводу Витаминов Далее Омега-3 Вот он Такой Питьевой Вот она Бутылочка 300 мл И как вы знаете Омега-9 Является Транспортировщиком Омега-3 Здесь в составе Уже все четко Все сделано Омега-3 Это Unreal Просто штука Секрет Арабов Секрет Блин Их Мега-доз Мега-формы Именно Омега-3 На консультациях Я объясняю Почему Омега-3 Секрет И как Используют Их Арабы Это я узнал В 2010 Году На чемпионате Мира С иранцами Пообщался Но это еще Ладно Подожди Сколько стоит Вот эта коробочка Знаете Что такое Называется Зинзин Баланс Тест Там В этой коробочке Маленький Тест Там Маленькая Иголочка И бумажечка Укалывайте Себе Пальчик И эти Две капельки Крови На эту Бумажечку Эта бумажечка Запаковывается В термопакетик И создается Такой конверт Сейчас я вам покажу Вот такой конверт Который отправляется Вот смотрите Куда В Норвегию Ля-ля Тополя Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Вы отправляете Свою кровь В Норвегию В лабораторию Как вы видите Здесь А здесь написано From Y Гастюнин Короче Это мой тест Который я отправляю Раз в 4 месяца Проверять свою кровь В норвежской лаборатории Почему именно там Потому что у нас Не проверяют Соотношение Омега-3 К Омега-6 Что это за отношение Такое Соотношение Пробейте в интернете Соотношение Омега-3 К Омега-6 Это один из самых Важных показателей По которому видно Насколько ваша кровь Хороша И ваша сердечно-сосудистая система Почему именно отсюда Потому что Именно здесь Видно Ваше состояние Сердечно-сосудистой системы Если здесь Ваша кровь в порядке Значит Во всей вашей Сердечно-сосудистой системе По всему вашему телу Все окей Что этот тест дает Омега-3 К Омега-6 Дело в том Что в нашем рационе Огромное количество Омега-6 Вы в любом продукте Фактически В современном Содержится Огромное количество Омега-6 Ее настолько много В нашем организме Что она у нас Отравлять начинает Это Омега-6 Этот баланс Омега-3 К Омега-6 Считается в Европе Один к трём Лучше Омега-3 К Омега-6 То есть К одной части Омега-3 Три части Омега-6 Один к трём Запомните Это соотношение Это идеальное Я питался Очень чисто Вы же знаете Я за здоровый Приём За здоровую еду Я Ну когда Не сейчас Я ем там Вафли по ночам А раньше Когда я качался И набирал мышечную массу Чистый приём Ну как вы набираете Гречка Там курица Рис Рыба И так далее Подождите Тормозни С вопросами Ребят Послушайте меня И я питался Чисто И вот Полтора года назад Мне главный редактор Журнала Флекс Посоветовал Игорь А ты кровь-то сдавал Свою Ну Сердечно-сосудистая Как у тебя дела Я говорю Да я всё время Сдаю анализы Раз в месяц Сдавал раньше И всё хорошо было Я говорю Да нет Он говорит Слушай Есть такой тест Вот в такой Коробочке Сдай Посмотри Что у тебя там Сердцем Создает Соотношение Омега-3 Ко-мега-6 Это кучо А что за Соотношение Такое Омега-3 Ко-мега-6 Это самый важный Показатель Один из самых Важных показателей Состояния Вашей сердечно-сосудистой Системы Чего он Показывает Насколько В каком состоянии Находится Ваше сердце В данный момент И этот тест Выявляет Вы получаете По коду Вы отправляете Его анонимно Просто У вас есть Только один код И все На этом конверте Все По этому коду Вам присылаются Точнее Вам Вы можете Вбить этот код Через две недели После отправки Этого конверта На сайте Zinzinotest.com И посмотреть Состояние Вашей сердечно-сосудистой Системы И там будет все Липидный профиль Фокус Ментальная Концентрация Ваш иммунитет От и до Все будет Расписано И там Знаете Там такие Три Там несколько страниц И там ячейки Такая Зеленая Желтая И красная То есть Много-много анализов И соответствующий цвет То есть Зеленая Это хорошо Желтая Это ну Медиум Норма Более-менее И красная Это полный пиздец Вот у меня Из всех этих ячеек Блять Из десяти что ли Было только одна Желтая И все остальное Красная И как вы думаете Соотношение Омега-3 К Омега-6 Какое у меня было При норме Один к трем При идеальном Соотношении При том что я питаюсь Чисто Я ем Ел точнее По 5-6 грамм Омега-3 В капсулах Пил Неленое масло В магазине Спортивное питание Покупал Этот долбаный Омега-3 И знаете Какое у меня было Соотношение Омега-3 К Омега-6 Ну давайте с вами Обратную связь От вас хочу Ребят Как вы думаете Какое Идеально Один к трем Выше значит Плохо Ниже значит Хорошо Один к одному Не бывает такого Идеально Один к трем Один к восьми Один к десяти Нет Неверные ответы Один к шести Нет Один к двенадцати Нет Больше ребят Больше Выше давайте Один к двенадцати пяти Нет Ну давай Циферку Разгадаем О давайте ребят Дневник разыграем О дневничок Мясо по ГОСТу Самые мои Ну вы знаете Да что дневник Вот этот Офигительный Давайте циферку Отгадайте И О Новика Иоанн шесть 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 Молодец Это твой дневник Напиши мне Влс вконтакте Я тебе отправлю У меня кстати Завтра отправка Дневников Или в понедельник Точно не помню Напиши мне Влс вконтакте Это твой дневник Поздравляю тебя Напиши мне Индекс Фамилию Имя Отчество Одно и весь адрес Ты получаешь Мой дневник Один к тридцати Девяти Блять Ребята Один к тридцати Девяти При норме Один к трём Мне там диагноз Через пять лет Блять Сука Сердечно-сосудистое Заболевание Гарантировано Вот я тогда За голову взялся Чё за херня Ой Мы самые Биби Бро Как тебе дневник Брателла Как тебе мой Дневничок Мясной дневник Как тебе Ну реально Крутой дневник Согласись Круче чем Какой бы то ни было Дневничок А чё ты кто вообще Я российский бодибилдер Чемпион России Чемпион мира Если что Я про тебя не знаю Введи в Яндексе В Википедии Набери Игорь Гостюнин Гостюнин Государственный тюнинг И прочитай про меня В Википедии В России у нас не сдаётся Омега-3 К Омега-6 И это махерел И знаете что Мне прописали лечение Там же Эти же ребята В Норвегии Как чё пить Омега-3 И какую Омега-3 пить А пить надо Вот эту Которую Из дикой рыбы Норвежской А не из печени Рыбы Долбанной А у нас В спортивном питании И в аптеках Из печени Рыбы Нахрен Жир Омега-3 Я вам просто Сейчас скажу Вы покупаете себе В рацион Печень рыбы Кушаете печень рыбы Покупаете себе Всё говно Вот именно Или вы едите печень Говяжью Или свиную печень Едите Это фильтр Ё-моё Он загажен Говном Поэтому фильтр Из печени Ни хера нормального Нету Потому что это фильтр Печень вкусно Согласен Печень вкусно У вас каждый день В рационе печень Каждый день Вы едите Как курицу Или как рыбу Или как яйца Каждый день Едите печень Нет конечно же Так вот Мне расписали Там план Ещё из 4 месяца Мой показатель Стал 1 к 7 И половина Этих самых Зелёненьких Жёлтеньких Красненьких Стала Жёлтенькими А сейчас Мой показатель Спустя полтора года 1 к 2 и 7 Это лучше чем идеально 1 к 2 и 7 У меня состояние Кожи офигенное Ну у меня Просто посмотрите на меня Я блин молодею Реально Я стал лучше выглядеть Чем год назад А ребят Ну реально лучше выгляжу Ну согласитесь Кожа лучше стала Всё лучше стало Я бодрый Бойкий чувак Благодаря блин Омега 3 Всего на всё Моя сердечно-сосудистая система В порядке Если мне кто-то скажет Что стероиды Не влияют на сердечно-сосудистую систему Хер вам два Блин Влияют Ещё как Засоряют Наглухо Вашу сердечно-сосудистую систему Блин Сейчас он в смерти Каждые полгода Умирает какой-то медийный спортсмен От сердечно-сосудистых Проблем Вот и задавайте себе вопрос До 30 лет Не доживают Качки уже До 30 Не доживают И что вы покупаете В магазине Блять Спортивное питание И в аптеке Мне 29 лет Итак Одна банка Таких витаминов Одна банка Таких витаминов Плюс Три банки Этого Омега 3 Одна банка Таких витаминов Плюс Вот банк Три банки Вот таких По 300 миллилитров 300 миллилитров Омега 3 Настоящий Плюс Плюс Два таких Теста Два таких Теста Стоит всего 208 баксов 208 баксов Всего-навсего Одна банка Витаминов Три банки Омеги 3 И два таких Теста Где ваше здоровье Полностью Вот и до В норвежской Лаборатории 208 долларов Какие 16 тонн Что доллар 80 рублей Стоит Сколько Доллар Стоит Сейчас Именно 13 тысяч Стоит Одна банка Витаминов Три банки Омега 3 И два теста Чтобы проверить Свою кровь На здоровье Как думаете Не Вы можете Зайти на сайт Zinzino.com И посмотреть Всякие Различные Комплекты И там Можно Еще дешевле Взять Баночка Таких Витаминов Стоит Порядка 40 долларов 40 баксов Вам ее Хватит На 30 дней Про сетевых Вы поняли Что это круто Или нет Еще кто-то Не догнал Это еще Плохо Для вас Или нет Меня Омега Заинтересован Главное Еще правильно Принимать Все Я вам Расскажу Как и Что принимать Расскажу Вот и до Как я Свою систему Выправил Я могу Все анализы Показать Вот и до Какая у меня Ситуация была Полтора года назад Какая блин Спустя полгода И спустя полтора года Что у меня Все речь сосудит Да блин Просто посмотрите На меня Бляха-муха И посмотрите Год назад Ролики на мясо По госту У меня сейчас 1,2,7 У меня сейчас Все показания Организма в норме 7,5 месяцев назад Я отказался От фармы И когда мне люди Задают Хочешь ли ты На сцену Это значит Что хочешь ли ты Принимать стероиды Не хочу Нахер Они мне Сдались На этой теме Хер заработаешь 120 тысяч рублей Вот мой потолок Одного контракта С Рони Коумана Вот Вы его только что видели И ради этого Колоть себе стероиды За что бы Зарабатывать 120 тысяч рублей В месяц Да нахер Мне это не сдалось Я мог сдохнуть Через 5 лет Из-за этих Сраных стероидов Это конечно Хорошо Я стал тем Кто я есть Я вовремя Остановился Я вовремя Провел свое здоровье Бодибилник Это круто Но стероиды Это не очень хорошо Нужно понимать Куда вы идете Если вы принимаете Форму То вы должны Обследоваться И принимать Кто такой Рони Коуман Рони Коуман Восьмикратный Мистер Олимпия Увеличайший атлет На планете Земля Не позорьтесь Пожалуйста Ведите в гугле Узнайте Кто такой Рони Коуман Я не хочу Да Здоровье важнее Банки 60 Так у меня Банки по полтиннику Спустя 7,5 месяцев Без формы Я не хочу Обратно Я не хочу Блин Опять срать свой организм Я хочу Чтоб он оставался Здоровым В конце концов Я хочу Чтоб у меня Яйца Всегда были Большие Понимаете О чем я Ребят Я надеюсь Я вам объяснил Почему я не хочу На сцену Понимаете Меня Я хочу Чтоб вы Тоже понимали Куда вы Куда вы Идете В России Есть такие же Анализы Любая клиника Делает анализ Хорошо Напиши мне Список Блять Клиник Которые сделают Тебе Омега-3 Комега-6 Такие же Анализы Как в Норвегии Давай Напиши Да нихера Такого нет Иначе бы я Сдавал бы Здесь А не там И точно Он не будет Стоить Не будет Входить Два теста Три банки Омеги-3 И банка Витаминов За 200 За 13 тысяч Все вместе Да у нас Чтобы анализы Сдать Ты пятерку Минимум Отфигачишь Ну скажи Так или нет Чтобы анализы Сдать Сколько это Будет стоить У нас Чтобы сдать Все показания А там показаний 50 Когда бой с Мироновым Когда вы его уговорите Потому что он Ныкается Он всех банит Кто его задает Вопрос Когда бой с Гостюниным Да Скалс Скалс у меня Черепа у меня На Майки Короче говоря Ребята Вот такая тема Кому не прикалывает НЛ Интернешнл И кто боится Хейта В сторону Энерджи Диет Ну окей Есть компания Зинзина Просто вы должны Понимать Компании Зинзина В России Еще нет Я первый Представитель Кто успеет В нее Вписаться Сейчас Под тем Будет Вся страна Открою я Офис Уже в следующем Году 100% Короче Да все нормально Все нормально Все в порядке Ты под чем Я под позитивом Ты думаешь Че меня так прет Да меня прет То что Блин Нужно деньги делать Пока Горячо Понимаете Ребят Компания Зинзина Норвежская Компания Пробейте Что за компания И какого Качества Она делает Да Это Меги 3 Прет А там Она же Диет Меня прет Вон Выпил Порцаечку И все И фигачит Короче Просто оцените Сетевуха Вы же понимаете Что на ней Бабки делаются И кто на самом Верху Поднимают Реально Больше всех денег Вот я Первый Представитель Зинзина В России Хотите Ко мне В команду Я блять Научу тебя Зарабатывать Чувак Потому что Я четко Заинтересован Потому что Чем больше Ты зарабатывать Будешь Тем больше Буду зарабатывать Я Я из тебя Блин Каждый день Я буду пинком Под зад Тебя гонять Чтобы Чтобы ты У меня Зарабатывал Бабло Каждый день Я в тебя Буду Вливать Свои Знания Мотивировать Тебя И учить Тебя Как эти Бабки Зарабатывать Как я Их Зарабатываю Чтобы ты Зарабатывал Мать Твою Чтобы я На тебе Зарабатывал Деньги И ты Выстраивал Себе Точно Такую Же Структуру И так Зарабатывал Бабосы И так Жучил Других Людей Зарабатывать И кто Сейчас Очнется Теб Будут Зарабатывать Деньги А через Три Года Когда Будет Система Уже Налажена И все Здесь И офисы Будут На каждом Углу И прочее Прочее Любой Может Стать Понимаете Партнером Этой Компании Так ведь И рынок Будет Занят Уже Похоже На Амвей Да естественно Похоже На Амвей Амвей Сетевуха Это тоже Сетевуха Человек Типа Должен По хатам Ходить Телкать Это Нет Сетевой Бизнес Узнаете Что это Такое Никуда Ходить Не надо Блин Интернет Уже Есть Давным Давно Смысл Жизни Для тебя В чем В глобальной Цели Сделать Мир Лучше А чтобы Сделать Мир Лучше Начни С себя Я вам Приношу Пользу Ребят Как вы Считаете Я вам Принес Пользу За час Пока Мы С вами Общаемся Хотя Бы Капельку Принес Пользу Что то Вам Разъяснил Какие Это Знания Вам Дал Да Я Сделал Этот мир На чуточку Лучше А почему Я сделал Потому что У меня Есть Знания С которыми Я С вами Поделился За бесплатно А начать Нужно С себя Вот Я вам Бесплатно Сделал Естественно Ребят Бесплатно Я с вами Поделился Реально Такой Инфой Что Капец Это Мой Опыт Моя Кровь Вот Какая Моя Цель Жизни И Смысл Моей Жизни Делать Людям Пользу И Добро И Говорить Правду Как Она Есть Именно Поэтому Вы Подписаны Мне На канал Мясо По Госту Именно Поэтому Вы Смотрите Сейчас Перископ Потому Что Это Единственное На Кого Я Подписан Вон Комментарии Почитайте Что Люди Пишут Короче Говоря Ребят Уже 3.31 Мне Еще Нужно Поработать Я Хочу Смонтировать Ролик На Второй Мой Канал Гост Лайф Это Канал О моей Жизни О Что Меня Окружает О Какие Поступки Я О Чего Один вопрос Ну Давай Задавай Какой Генер Посоветуешь Ну Че Реально Интересно Какой Я Тебе Генер Посоветую Вот Тебе Реально Это Интересно Я Тебе Говорю Как Блин Бабки Зарабатывать Чувак А Ты Мне Про Генер Ну Ты Что Совсем Что Ли Блин А Пьер Мас Ё Моё От MHP Лучший Генер Купи Его Творог С бананом Гречка С курицей Самый лучший Ладненько Ребят Спасибо вам Большое Что были со мной Я Немножко Жесткий Чувак Но Вы же Знаете Что Я Жесткий Чувак Но Я Такой Да Я Такой Да Я Блядь Последняя Сука Настоящая Сволочь Конкретная Которая Зарабатывает Бабло И Учит Еще Людей Зарабатывать Бабло Если Ты Вписался В мою Команду Я С тебя Не Слезу Уж Поверь Я Каждый День Буду Вот Так Сука Зарабатывай Мне Бабки Блядь Иначе Пшел Вон Из Моей Команды Вот Как Я У меня У меня Команда Варваров Конкретных Хочешь Зарабатывать Бабки Иди Ко И И Делать Так Чтобы Мама Улыбалась Потому Что У нее Ремонт На кухне Сделан Новый Вместе С новым Телевизором Все Ребят Вам Всего Хорошего Будьте Добрее Веселее Здоровее Спасибо Большое Что Были Со Мной Вы У меня Самые Любимые Обожаемые Уважаемые Прям Вообще Вы Реально У меня Красавчики Вот Вам От Меня Сердечко Увидимся С Щелчок Все Ребят Пока 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 И Не Выключается Как ВК Найти Игорь Гостюнин Игорь Гостюнин Как Государственный Тюнин Гостюнин Все Ребят Пока Пока Увидимся С вами Не важно Городской Ты Или Сельс Живешь На пенсии Или Пишешь Песни Пьешь Хэноси Или Водку Цельс Фак Есть Фак Все Хотят Жить По-королевски 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 Редактор субтитров